Кто собственно сегодня приехал в Москву? Кто собственно те люди, которые нарисовались на политическом ландшафте Восточной Украины, заявили о себе довольно ярко при помощи автоматов Калашникова, заложников, блокпостов. Вот с кем разговаривать собственно? Три дня назад Денис Пушилин, член так называемого правительства Донецкой Республики, еще не просился в Россию. Тогда мы говорили об очень простых вещах, о захвате миссии Красного Креста в Донецке. По словам полевого командира Пушилина, в ноутбуках у врачей были помечены снайперские точки. И вообще местные, такие бдительные, они отследили, что врачи совершали странные рейсы из Донецка в аэропорт, наверное возили кого-то не того. Врачей не били и скоро отпустили, ну потому что международная организация с Женевой ссорится неохота. В отличие от журналиста Павла Коныгина, которого тоже вчера взяли и отпустили, но побили, потому что он просто журналист. И в отличие от полузабытой градоначальницы славянской Нелли Штепе, которая до сих пор в плену у народного мера в кепке Вячеслава Пономарева. Когда я позвонил Пономареву за день до референдума, этот полевой командир имел ценный актив наблюдателей ОБСЕ у себя в подвале. А что, они тут рядом сидят со мной, кушают, вот выпивают за мой день рождения, довольно цинично сказал мне Пономарев. Полевые командиры вообще любят щегольнуть мимолетной властью, которая компенсирует, видимо, их прошлое унижение. Мы готовы обменивать заложников, то есть мы сейчас, знаете, как израильяне и палестинцы, да, вот непосредственно. То есть в такие моменты должны уступать переговоры и заложников, конечно же, освобождать. Ну, освободили все-таки заложников. Не всех, многие еще до сих пор находятся в подвалах вот этих ли людей, других ли людей. Некий Ахмед сегодня увел грузовик с порошенковскими конфетами Рошен, токсичными для обитателей юго-востока Украины, и лишил донецких детей сладости киевской хунты. Теперь он за них требует выкупов в 60 тысяч долларов. Якобы повешенный и потом воскресший начальник луганской милиции Андрощук стоил 200 тысяч, втрое дороже конфет. Мало того, что новые власти взяли в плен студента Виталия Ковальчука, подозревая его в том, что он активист правого сектора, так еще и бросили в подвал, то есть в тюрьму, его маму, которая приехала выручать сына. Когда мне пришлось работать на Первой Чеченской войне, я почти каждый день был свидетелем вот таких обменов заложников, живых, а иногда уже и мертвых. Многотерпеливый Аркадий Вольский, посланный Борисом Ельцином развязывать эти бесконечные узлы, мотался между подвалами и штабами, но это были дикие 90-е, дикий Дудаев, сейчас 21 век. В Палестине мне случалось быть свидетелем унизительных переговоров, когда за одного плененного хезбаллой солдата израильские власти отпускали десятки террористов. Демократическое Донецко-Луганское гуляй-поле, кажется, набралось опыта у всех предшественников, от Шервудского леса до нигерийской группировки Бока-Харам, которая в последнее время вышла на первые полосы газет. Она прославилась тем, что похищает девочек и продает их в рабство по 20 долларов. В День Победы черты родоплеменного общества проявились с особенной остротой. Валить будем всех, говорит Пономарев, а рядом, отметим, стоят батюшки. И сочувственно так по-христиански на это взирают и кивают. Может, это и есть традиционные ценности, которым так активно призывают противники бородатых женщин. А что, все очень просто. Человеческая жизнь стоит чуть больше грузовика с дефиром, а порой вообще ничего. Какие там Палестины с израильтянами? Это вы льстите себе самопровозглашенные императоры Мариуполей и Краматорсков. Добро пожаловать в Нигерию в Славянске, то есть в славянскую Нигерию. Вы правда считаете, что с ними можно садиться за круглый стол, не рискуя оказаться в сыром подвале?